Ну, по поводу много повидал, немножко расскажу вкратце историю, одну такую характерную, скажем, для группы Шарови, для тех, кто в нее входил. Дело в том, что я считаю, что вообще возникновение нашей группы было связано с тем отсутствием информации, которая была об Афганистане, ну, где-то в середине 80-х годов. То есть еще эта завеса не была снята, в СМИ мало было информации, и поэтому, собственно, мы пели и нас очень активно принимали по всей стране, потому что можно было узнать информацию с первых уст. И моя личная история афганская, потому что я считаю, что у каждого из нас своя личная история Афганистана, и, может быть, это специфика локальной войны, потому что большая война, она объединяет людей и дает общую судьбу. А вот локальная война, как мне показалось, она дает персональную судьбу с разным развитием характера, сюжетов и так дальше. И моя война, она началась в 81-м году, афганская война, и для себя я ее закончил в 89-м, когда, опять же, с частью группы Шуравей, и мы оказались в составе бригады поддержки, творческой группы, которая поддерживала вывод войск из Афганистана. В нее входили известные, в общем-то, люди Кобзон, Розенбаум, и нас три афганца. Это вот Володя Иванов, который будет выступать, и Александр Карпенко, и я. И, соответственно, мы пересекли границу, но уже в качестве бардов. Но у меня появилась возможность, поскольку мы находились недалеко от той точки, в которой я находился в 81-м году, в которую входил, и вместе со своими товарищами делал ее с нуля. Практически мы выпрыгнули с машин, достали лопаты и стали копать, 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 и делали точку в течение полугода, помимо операций, в которых мы участвовали. И я не мог упустить такой шанс, и у полковника, командира части, в которой мы остановились, я спросил, могу ли я попасть на свою точку. Ну, поскольку там был праздник, там был Громов, Розенбаум, Кобзон, то есть там все было очень тепло, все уже были под таким достаточным градусом. И он вольно мне сказал, дорогу помнишь? Ну, естественно, я не могу отказаться от шанса, помню или не помню, но найду. Я сказал, конечно. Он говорит, два БТРа тебе хватит, хватит два БТРа. Значит, дали мне два БТРа, я сел на броню, и по памяти доехал на свою точку. Там я впал, конечно, в определенный транс, потому что 10 лет я не был в этом месте, не 10, меньше. С 89-го года по 83-м я ушел, через 7 лет я вернулся. Я ходил, конечно, как сонный там, и много было переживаний. И прежде всего я понял, что война, которая была в начале, когда даже за ранение боялись давать награды, потому что война была нелегальная, то конец войны это был не только легальный, а я бы сказал, что, и мы там столкнулись при выводе войск, что офицеры специально приезжали на последние дни войны для того, чтобы навешать на себя какие-то там награды и так дальше. И все это раздавалось, все это растаскивалось. То есть, конец войны всегда циничный. И в результате этой истории я написал песню, которая закрыл, на самом деле, афганскую тему для себя. И так получилось, что я все время пою ее именно на встречах, посвященных военной тематике, называется она «Вывод войск». И так я закончу говорить и начну все-таки петь. Последние метры Последних военных дорог Врезаются в наши дешевые траки В Россию плесню мой Свой пестрый железный поток Встречайте таможни Готовьте таможни Для нашей атаки Наш груз контрабанды Не слышишь руками Реногенов его не найти Оружием наркотика Встали мы сами Их я почти в каждой груди Идем в упаковке И все ставим цинке бронет Тебе ж опять Нас кто-то потребовал там За гордон Мы приняли вызов Но знаем Сегодня мы просто в цене Цена упадет и опять Начнут отставлять наши щеки К вашим ладоням Перейдем в рубикон и Квики с долгами Все религии влаш Полугрешных облаков Верою продай Стали мы сами Их соль в ранах наших мозгов Пятнадцати полой Пятнадцати полой Рукою усталой Настись метродная страна Начнет с наших душ Стирать воспаленную кожу Запрет И к ней упадем мы на грудь, как пожизненные ордена. Для павших и падших сочтите паденье это. Пусть пушечным мясом наскорбчие завали, Им можно купить честь, а нам не продать сран. Рабами-героями стали мы сами, Нам не за что жить здесь, но было за что погибать там.